Почему о декоммунизации говорит священник? Важно каждому учить историю, но не все хотят учить историю. А разве христиане не рушили памятники? Здравствуйте, здрасте. Зовут меня Игумен Валериан. А мы сегодня поговорим на очень интересную и актуальную тему, которую говорят все, не перестают говорить. Декоммунизация. Почему о декоммунизации говорит священник? Декоммунизация. Система заходов, теоретичная и практичная деятельность, спрямованная на извольнение от влияния и наследства коммунистической идеологии в всех сферах жизни страны и общества после падения владущих коммунистических режимов. Наверное, потому что священник именно должен напомнить, что если человек, считая себя христианином, он должен понять, внимательно читая Евангелие, что двери церкви всегда были открыты для людей, в принципе, любых политических взглядов, потому что политические взгляды отодвигались на второй план. Среди апостолов Христа были члены иудейского парламента Иосиф Анимафейский и Никодим, которых, в общем-то, часть иудейского общества считала коллаборационистами на тот момент, и были члены непримиримой оппозиции, непримиримой террористической организации «Симон Зелот». Более немыслимых людей собрать в одну компанию крайне тяжело, это только Бог может сделать. И вот, глядя на это, наверное, нужно задуматься и нам, кто мы такие, откуда пришли, куда идем и что нами движет. Итак, одна из самых больших проблем, на мой взгляд, декоммунизации. Такое ощущение, что нас Владимир красное солнышко крестил-крестил, да не докрестил. Мы остаемся язычниками с чисто языческим менталитетом. Мы не научились относиться к памятнику как просто к историческому свидетельству. Нам обязательно нужно как дикарю тумбу-юмбу или прыгать вокруг этого памятника камлать, то есть носить ему цветы, плясать, петь, стишки рассказывать, там перед ним в пионеры принимать. Но как только у нас меняется общий вектор, толпа поворачивает из стороны в сторону сразу. Всем стоять боятся так. Этот идол уже не работает. Если мы говорим о европейском выборе и стремлении в Европу, может, как-то научиться, не знаю, относиться по европейски к памятнику. Он памятник. Как в фильме советском, кстати, «Жентльменная удача». Да кто же его посадит? Он же памятник. Ну ты даешь. Кто же его посадит? Он же памятник. А по-европейски это как? Пример. Рассказывал один человек. Это, честно, с чужих слов, шикарный пример. Небольшой городишко где-то там в Северной Европе. И вот он приезжает, гуляет, старинный город, небольшой. И вдруг видит школьный учитель с детями, выходит, значит, а у них там на одной из площадей или на какой-то улочке стоит памятник. Какой-то хмырь с дубиной. А это какой-то народный герой? А он что? Да он гад был страшный. Он сжег половину нашего городка, а вторую половину перевешал. Так у вас ему памятник. Вы что, с ума сошли? Родные, это памятник. Это памятник. От слова память. От слова память. Мы помним, что это было в нашей истории. Что она не всегда была хорошей и гладкой. Мы его не сносили. Чего же вы его не сносите? А зачем? Мы к нему водим детей и показываем. Дети, вот смотрите, помните, что это было. И если прецедент подобный будет, гоните его отсюда. Очередного Олафа. Вот интересно, если бы там в Европе вот этот Олафу, вот этому Маржову, как вы говорите, стояло бы много памятников. У них это было. С Гитлером, со свастикой было. Здесь просто, понимаете, вот первая проблема, я уже сказал, в том, что мы относимся к этому по-дикарски. А второе, самое-самое мрачное, когда я слышу очередной виток нынешней декоммунизации, я за декоммунизацию. Самое нехорошее в том, что нынешние декоммунизаторы и в своих словах, и в своих действиях в точности повторяют действия коммунизаторов, комсомольцев 20-х годов. То есть, понимаешь, мне хочется сказать, если вот ты хочешь бороться с самым ярким проявлением вот этой совковости, пардоните, как говорят, убей себя об стену, ты в себе это побеги. Мы наш, мы новый мир построим, весь мир насилия мы разрушим. В результате получается, знаете, манкурт. Как говорили Иваны, не помнящие родства, он вынужден наступать на одни и те же грабли. Что же мы за народ такой? Кто-то говорит, мы народ богоносец. Да ничего подобного. Мы народ граблеход. То есть, каждый раз память, как у аквариумной рыбки или улитки, да, с чистого листа, раз, стерли и опять на те же грабли. Выходит, мы не знаем свою историю. Может быть, а мы ее не хотим знать. Потому что нормальный человек, когда он познает себя, оглядывается на свое собственное прошлое, так, он говорит, «Да не все я в жизни делал правильно. Были какие-то проблемы, грехи, да? Сейчас бы я так не поступил». Наверное, и народ должен о себе сказать, научиться относиться к своей истории, а она у разных областей нашей страны может быть совсем разная. Это факт. Одни исторически были жителями Российской империи со всеми минусами и плюсами. Другие, достаточная часть территории нашей страны, были жители Австро-Венгерской империи. Другими словами, тут происходит какой-то процесс национализации истории цикличный. То есть сначала мы как отходили от Российской империи, теперь мы отходим от Советского Союза и все такое, но оно выходит искаженное для того, чтобы а-ля сплотить два берега Украины вместе, вокруг одной идеи или как? Может быть, кто-то так и думает. Только, знаешь, нельзя правду большую утверждать даже маленькой ложью. Она тогда, знаешь, какая-то с привкусом получается, с гнильцой. Вот научиться относиться к своей истории грамотно и не повторять ошибок. Что, понимаешь, декоммунизаторы нынешние, да вектор только поменялся. А методы те же. Надо как-то решать эту проблему. Надо. Только ее надо решать грамотно, толково. Вот прекрасный пример нынешний. Декоммунизации. Вот я живу возле завода «Арсенал», метро «Арсенальная». И вот памятник, пушка арсенальская. Я еще когда маленький был, у нас у детей вопрос был. Слушайте, вот пострелянный «Арсенал», вот эта пушка стоит. Кому памятник-то? Кому памятник? Тем, которым стреляли по нему. Ну и где-то так и воспринималось. Потом уже я узнал историю этого памятника, что когда-то это был памятник Кочубееве и Искре, которых казнил Мазепа за то, что они сказали. В общем, сейчас они тоже могут быть там непопулярны в силу ряда причин. Но это история. Это просто исторические персонажи. Тогда их децеризаторы снесли и впиндюрили туда горную пушку 1905 года. Кстати, не самая плохая пушка. И поэтому, когда какой-то некий являнин, явно приезжий, стал говорить, а давайте мы эту пушку снесем, Я, как коренной киевлянин, подключился. Я говорю, ребята, а давайте мы просто табличку поменяем. И все. И не надо ничего сносить. Оставьте ее, как памятник истории, на этом месте. Проходили вот бои между теми-то и теми-то за вот это. Ну так. Это история. Скажите, но декоммунизация, это же не только борьба с памятниками, правильно? Это все-таки отказ от какой-то коммунистической идеологии. А это в сердцах и в головах. Значит, критикуешь – предлагай. Давай что-то взамен. Мой покойный папа еще говорил, сыночка, нельзя подниматься, вытирая ноги об кого-то. Когда мы говорим, что это было плохо, покажи, что мы делаем лучшее. Не от негатива строить свое повествование. Ну так. Покажи, что у нас человек свободнее, значимее, весомее. Откуда у нас тогда такое вообще неприятие истории? Ошибок истории? Почему, допустим, на массовой истории, как, например, это то, чтобы описать историю нейтрально, то есть не выбирать чью-то сторону? А почему мы так не можем сделать? Почему все равно идет какое-то вот… А ты понимаешь, очень хочется дружить против кого-то. А вы против кого дружите? Не за кого-то, а против кого-то. Ребята, ну посмотрите, вот у меня в семье, они вспоминают голод, но, может, не в той мере. А вот став немножко постарше, пообщавшись с людьми, которые реально пережили голодомор, вот был такой замечательный киевский священник-отец Михаил Бойко, старенький уже, вот, дивный дед абсолютно, я вот с ним общался, он рассказывал, как, что это было для его семьи. Да, боялись людоедов, да, реально был голод. И вот, понимаешь, мы говорим, это преступление коммунистов. Да. Только одно маленькое «но». Есть такая история, как в одном районе был голодомор. А вот в одном селе района голодомора не было. Удивительно, но факт. Это, правда, потом не помогло этому селу, там жители репрессировали за другое уже. Это было старообрядческое село. Они еще до революции научились держаться друг за дружку и не сдавать друг друга. Давайте честно вспомним. Честно признаемся себе, что голодомор – это не только наша трагедия, это наш позор. Свои же соседи сдавали и стучали, что вы ко мне пришли за зерном, когда у моего соседа полмешка зарыто. Было это? Было. И об этом… Не принято говорить. Это как то, что нельзя сказать, что там было что-то плохое даже в нашей стране, потому что это как… это священно, это вот… Это некая священная корова. Значит, ну извините, пожалуйста, все-таки нужно поднимать качество своих святынь и качество своих знамен. Вот, на секундочку, я понимаю, что кто-то из телезрителей со мной не согласится. На здоровье я не 10 гривен, чтобы всем нравиться. Смотрите, мне довелось как священнику, я давно священствую, человек… Вот много житейских историй выслушать, безликих людей вы никогда не узнаете, кто это. Но вот человек рассказывает и говорит, для того, чтобы меня прокормить… Это один человек, гипотетический, абстрактный. Человек говорит, для того, чтобы меня прокормить и поставить на ноги, не дать умереть мне с голоду, моя мать вынуждена была торговать собой на панели. В результате, он говорит, я не умер, выбился в люди, то-се. Так получилось. Но вспоминать об этом в семье будет неприлично. В том числе тыкать это всем в нос и говорить, а вот, видите, стартовый капитал, секрет нашего благосостояния был заработан моей матушкой в таких сложных условиях. Точно так же и голодомор, понимаете, ребята, это не только наша трагедия. Это грустная страница нашей истории. В истории любого народа, любого человека есть разные странички. В одной и той же семье, к одному и тому же событию, разные люди будут относиться по-разному. Кто-то скажет, как жаль, что они развелись. Кто-то скажет, слава богу, развелись. Ну вот, знаете, кстати, по поводу различного отношения, как можно было бы, есть люди, которые декоммунизацию поддерживают, есть люди, которые говорят, вот, я всю жизнь жила на этой улице, она всю жизнь наживала из Аксаганского, пофиг, что до этого она была жандармской. Вот, я до сих пор называю «Поспект Победы» Борис Литовский, я не знаю, почему привычка. Вот, и то далее, и то далее. И есть другие, которые, у нас новая история, эта вся история написана коммунистами, она плохая. Никто не задумывается о том, что нет истории хорошей, нет истории плохой, есть история. Просто она бывает объективная. И с телевизором. Два самых таких значимых проявления декоммунизации – это устранение памятников и переименование улиц. Ну, таких, наиболее заметных, которые больше всего на слуху. Вот. Если, например, брать памятники, то, ну, мне, например, кажется, это решалось бы очень просто, потому что, ну, вот, возьмем Италию и Римскую империю. Если бы каждый следующий император свергал бы все монументы императору предыдущему, который он благополучно зарезал, то у нас бы не было античных статуй как таковых, может, каких-нибудь богов с Акрополя остались бы и все. Вот. Но они, благо, есть. Вот. Но они у них не стоят, они им не поклоняются, они не носят цветы Нерону, они просто знают, вот в музее стоит статуя Нерона, это чувак, который жох Рим. Вот. Мы его не поклоняемся, мы ему не восхваляем, он часть истории. В принципе, можно было найти консенсус, взять все это дело, перенести в какой-нибудь музей советской эпохи, вводить туда деток и показывать пальцем, вот это дядя не делает. Отлично. Можно изменить отношение к истории, изменить просто, ну, грубо говоря, одно слово поменяешь, и уже контекст другой. Если изменить направление вектор, то как бы уже не будет такой невиновестик памятника, он просто останется, ну, какой-то глыбой, которая была когда-то важной. Зовут тебя Кристина. Умничка. И, Миша, согласен. Так вот, значит, разговор вот о чем. А разве христиане не рушили памятники? Вернемся сейчас, рушили, и вернемся к этому вопросу, только тут с поправкой на время. Где-то читал, какой-то француз, приехал в свой маленький нормандский городок, вышел на площадь, он не был в этом городе 35 лет, и вдруг он понимает, что что-то в жизни не так. Он с разворота идет в мэрию, говорит, как вы смели снести телефонную будку, которая стояла тут на углу с 1927 года? На него смотрят, как на идиота, говорит, дядя, вам мобильник подарить? Какая телефонная будка? Ты о чем? 21 век. Говорит, возле этой будки назначались свидания, заключались сделки. Это был символ нашего города, достопримечательность. Ее с 1927 года не меняли. Тут пришел какой-то очередной мэр и снес нашу будку. Я буду с вами судиться. Вы уничтожили памятник истории нашего маленького городка. В результате мэрия извернулась на пупе, если ту будку уже успели распилить, во всяком случае, они достали точно такую же будку образца 1927 года, поставили на место, вмонтировав в корпус старого телефонного аппарата всю современную электродную начинку. Вудка заняла свое почетное место. Это бережное отношение к свете. Михаил, я абсолютно согласен, это моя золотая мечта. Во-первых, для того, чтобы... Умите в виду музей, чтобы? Да, только давайте сначала скажем. Правильно сказали, Ленинов сильно много было. И качества они были отнюдь разного. А то, что касается Ленина, смотрите, два года назад русская православная церковь, зарубежная, призвала убрать тело Ленина с Красной площади. Да закопайте его. Земля не проявила. Закопайте его. Ну, когда символом государства является волшебная мумия какая-то, 10 раз переделана, ну, в конце концов, они там целые опыты ставили, целый институт был, который эту мумию обслуживал. Не той, возьмите эту. Ну, возьмите эту, да, там, то есть как... Закопайте и поставьте памятник. Ну, последний памятник. Ну, то есть такую декоммунизацию мы приветствуем убрать тело Ленина с Красной площади. И я за то, чтобы, знаете, вот Михаил абсолютно правильно сказал, да возьмите вы все эти памятники, которые красивые, сделайте, все время планируют делать музей декоммунизации, но каждый раз хотели, как обычно, вышло, как всегда, день, а где гроши на музей? Гроши вкрали. Вин зараз тут уже не працюет, вин выехал. У нас, к сожалению, всегда так, может, проблема тут у нас. Сделал бы я классный парк, вот где-нибудь в пределах доступности, куда свозил бы то, что действительно является достоянием не идеологии, а культуры, эстетики. Нельзя проводить декоммунизацию коммунистическими методами, нельзя уподобляться просто в разваливании комсомольцам 20-х годов. — Но тут есть нюанс. — Да. — Если, например, кстати, те, кто переименовывали улицы, в одном месте хорошо так патролили историю, потому что они переименовали улицу Урицкого в улицу митрополита Лепковского, которого Урицкий расстрелял. — Да. — Вот. Просто ситуация такая. Ну, чтобы далеко не уходить от окрестности завода «Арсенал», есть там замечательная, хорошо вам известная улица Московская. — Да, я на ней живу. — Есть, насколько я знаю, в Киевраде петиция, за которую там ломают копья те, у кого есть на это время очень-очень долгое время, для того, чтобы переименовать, собственно, улицу Московскую в, собственно, улицу Дмитрия Гадзенко, который на ней жил, вот, и который за эту страну, в которой мы все живем, отдал жизнь. — В этой ситуации-то получается, что с декоммунизацией в большей мере борются патриоты, правильно? — Она более искаженная, то есть для меня сейчас я как я… — Вот это то, что я хочу все это время сказать. — Смотрите, что сама декоммунизация — это не против именно вот советской власти, а именно берется сразу, вот, ставится вот такое вот равно именно с Россией. И поэтому вот вся вот эта процесс, я просто какой пример вспомнила, Суворовское училище. Сейчас она называется Ивана Бугуна. — Бугуна. И для меня немного непонятно, зачем настолько убирать. Я понимаю, что Бугуна — это классный полководец, но Суворов — это человек, которого тоже нужно знать, это человек, который не проиграл ни одной войны еще чего-то. — Это раз. А второе — насчет Московской улицы. Да, ее переименовывают в центре. Но я проезжала на Теремках, и я там встретила опыта еще одна улица Московская, и на нее нет никакого акцента. — Но есть именно так, что в центре. Это искажение опять получается. — Рассказываю, рассказываю. Значит так, про Суворова. Бугун, да, действительно достойная личность. Но я думаю, что и памятнику Суворова, который там перед Суворовским училищем стоял, тоже, наверное, где-то есть место. Почему улица Московская на Печерске называлась улицей Московской? Вот представьте себе, Мариинский дворец, Царский дворец, да? И вот решили они ехать в Москву. Куда-то, к какому-то мосту. Вот они приблизительно, выезжая за крепостные сооружения завода «Арсенал», вот так поворачивали, куда-то туда и ехали. — В итоге все идет со школы. И, по идее, если изучать историю, в школе она очень сжата. Важно именно каждому учить историю, но не все хотят учить историю. Как ее тогда правильно преподать, учитывая то, что на экранах показывают то, что выгодно, то, что удобно сейчас политикам, еще что-то. Это все внедряется. У нас такой народ очень любит все впитывать в себя как губка. И неважно, правильно это или неправильно, у нас нет критического мышления, которому учит история. — Умнишка! — И что тогда нужно? Как? — Формировать в детях, ладно, если тут уже ничего не получается, хотя бы в детях формировать критическое мышление. Растить поколение почемучек, которым будет интересно. Я вырос таким почемучкой. Вы, к счастью, заметно тоже. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok